Как оказалось на самом деле, и воздух, и кровь, и лимфа качаются в основном диафрагмой. Сейчас я вам расскажу, как кровь проходит через шлюзы сердца. А их два. Левое предсердие и левый желудочек, правое предсердие и правый желудочек. Два шлюза. Один пропускает красную, с высоким зарядом эритроцитов кровь, а второй желудочек и второе предсердие, правое, пропускают бедную, с разряженными эритроцитами кровь. Теперь я вам расскажу и покажу всё по порядку. При выдохе диафрагма поднимается, давит на лёгкие. При вдохе диафрагма опускается, в лёгкие всасывается свежий воздух, а также через правое предсердие и правый желудочек бедная синяя кровь. При выдохе диафрагма поднимается, давит на лёгкие, и из лёгких уходит уже заряженное, причём то же самое количество крови по сосудам высокого давления, через шлюзы левого предсердия и левого желудочка, через аорту ко всем органам человеческого тела. Сейчас я включу метроном и в ритме полного дыхания йогов покажу вам, как это происходит. Значит, когда я вдыхаю, стиснув зубы, чтобы создать сопротивление, и сделав губы трубочкой, это вдох, вы будете слышать шипение. А когда я буду выдыхать, я буду громко, под метроном, ритмично, в частоте сердца 1 Гц, петь громкую мантру. И показывать при этом, как движется диафрагма, и как поступает, и когда поступает кровь. А-О-М 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 Как вы заметили, кровь всё время движется по вот этой восьмёрке кровообращения. Но при вдохе движется только венозная кровь в лёгкие, а при выдохе из лёгких движется артериальная, богатая, заряженными витроцитами, красная кровь. Вот так, непрерывно через сердце движется кровь. Но на вдохе синяя венозная, на выдохе красная артериальная кровь. Вот так происходит кровообращение. Вместе со вдохом свежего воздуха в лёгкие поступает бедная синяя венозная кровь. Вместе с выдохом, когда диафрагма давит на лёгкие, это количество крови, но уже с заряженными витроцитами, проталкивается диафрагмой лёгкими через правое предсердие, правый желудочек, через аорту ко всем органам тела. Вот так происходит кровообращение в восьмёрке кровообращения. Это видео я сделал для того, чтобы пояснить мою новую теорию кровообращения, которую я разработал в ноябре 2017 года. Пусть свои отзывы сделают те, кто учился в академических медицинских институтах. Я жду критики, господа. Желаю всем здоровья, прозрения и вечной жизни. Продолжение следует...